Политолог Владимир Фисенко уже в нашем эфире. Владимир Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Итак, давайте поговорим о следующем. Уже завтра в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел НАТО. Среди тем, главных тем, конечно же, война в Украине. Известно, что госсекретарь Шаентони Блинкин примет участие в этой встрече Совета Украина-НАТО. И в пресс-службе Госдепаша отмечали следующее. Цитата. «Блинкин подчеркнет непоколебимую преданность НАТО Украине в ее борьбе против российской агрессии, отметит нашу поддержку демократии и региональной стабильности на Западных Балканах и обсудит приоритеты Вашингтонского саммита НАТО в июле 2024 года». Владимир Вячеславович, чего ожидать от этой встречи, первой на уровне глав МИД, и это уточнение «непоколебимая преданность НАТО Украине». Как вы трактуете эти слова? «Эта формула отражает новый этап, качественно новый уровень взаимодействия между НАТО и Украиной. По сути, мы постепенно, шаг за шагом, в чем-то даже неформально, где-то формализовано, потому что механизм Совета Украина-НАТО – это новый механизм, который специально был задействован для Украины, создан для Украины, для того, чтобы показать новый уровень партнерских отношений, партнерского взаимодействия между НАТО и Украиной. То есть мы не стали еще членом, но для нас это уже, знаете, как некий кандидатский стаж, что-то подобное. Это, конечно, я условно говорю, но это вот как раз практическая форма взаимодействия. Ну и этот вот сигнал в контексте сегодняшних событий, текущего практического процесса, он очень важен. Он подчеркивает, вопреки там разным публикациям, что поддержка Украины со стороны США, НАТО, она сохраняется и она будет развиваться и укрепляться. Так что этот сигнал для нас важный. Он пока не означает каких-то конкретных действий. Это скорее подчеркивание и стабильности наших партнерских отношений, и дальнейшего развития. А вот что касается нового этапа, дальнейшего продвижения Украины в НАТО, на что мы, конечно, очень надеемся, на Вашингтонском саммите НАТО, который должен состояться в будущем году, это будет юбилейный саммит НАТО. Потому что в тот момент будет отмечаться такая, ну, не совсем круглая, но значимая дата. 75 лет создания НАТО. И вот для нас важно, чтобы к этому саммиту, может быть, выйти на новый этап дальнейшего сближения Украины с Североатлантическим альянсом. Это не просто будет сделать. А новый этап это что? Что вы имеете в виду? Ну, я бы пока не спешил с какими-то такими очень позитивными ожиданиями, потому что у нас есть ожидания ВОД, членства. В Вильмесе не дали, в Вашингтоне скажут. Нет, нет, подождите. Вот что нужно учитывать? Во-первых, одномоментно вступить в НАТО невозможно. Одномоментно. Вот мы сейчас видим даже ускоренная процедура. В случае с Финляндией она год продолжалась. В случае с Швецией она еще не завершена. Из-за блокирования двух стран. Вот до сих пор. Хотя вроде бы уже как бы Турция, даже турецкий президент сказал, что готовы дать согласие. Но вот затягивание продолжается. Поэтому и у нас, можно точно сказать, сопротивление будет со стороны Венгрии, как это мы уже видим сейчас на формате европейской интеграции Украины. Поэтому самый оптимальный для нас вариант, это, конечно, приглашение в состав НАТО, как это был случай с Финляндией и Швецией, но с открытой датой. Практически оно может быть реализовано тогда, когда закончится война, прямые военные действия с Россией. Потому что пока идут военные действия, ну, можно точно прогнозировать, как бы мы того ни хотели, но вступления в НАТО не будет, потому что, ну, целый ряд стран НАТО, можно сказать, даже их большинство, не хотят прямого военного столкновения с Россией. Они готовы нам помогать, активно, масштабно помогать, но без прямого военного столкновения с Россией, потому что это риски ядерной войны. Поэтому вот тут есть проблема с прямым вступлением. Но если будет сформулирована процедура, специфическая, может быть, процедура, нестандартная, креативная процедура постепенного, пошагового присоединения Украины к НАТО, это было бы для нас очень позитивным результатом. Но эту процедуру надо нарабатывать. Надо искать компромисс. То есть, может быть, действительно вот нестандартный формат дальнейшего продвижения Украины в НАТО. Готовы ли к этому компромиссу все те, кто решает эту судьбу, те, кто будет членом Североатлантического альянса? Ну, те, кто уже является, они будут решать. Часть стран, конечно, готовы и давно поддерживают Украину. И мы подписали уже соответствующие декларации о поддержке евроатлантических устремлений Украины с более чем 20 странами. И, ну, фактически две трети стран НАТО, даже больше, чем две трети стран НАТО, поддерживают наши евроатлантические устремления. Но вот есть проблема, связанная с войной. Это главное препятствие. И, конечно же, вот есть проблема, связанная с Венгрией, с особой политикой по отношению к Украине со стороны режима Орбана. Это тоже может быть отдельной проблемой. И здесь мы должны взаимодействовать с нашими главными партнерами, с Соединенными Штатами, с Великобританией, с целыми рядами европейских стран, чтобы нейтрализовать вот эти риски со стороны Венгрии. Сейчас, мне кажется, можно сделать акцент на развитие различных институциональных программ, которые бы показали конкретную интеграцию Украины в НАТО, переход Украины на европейские стандарты, на НАТОвские стандарты. Это уже происходит де-факто, особенно по оружию, по боеприпасам. Но этот процесс можно поставить на такую правовую институциональную основу. Поэтому, поскольку еще есть время для подготовки таких новых шагов по дальнейшей интеграции Украины в НАТО, я думаю, что эти шаги как раз и будут проговариваться и на министерской встрече, о которой вы упомянули, и на других формальных и неформальных встречах с руководителями стран НАТО. Это, конечно, в первую очередь США, европейские страны НАТО. Поэтому новый формат взаимоотношений с НАТО нам надо нарабатывать. Я думаю, что сейчас это хорошее поле работы, креативная работа для дипломатов. Ну и также отмечу важный момент. Будущий год – это ведь еще и год выборов в США. И кто его знает, Байден может использовать какие-то нестандартные шаги сближения Украины с НАТО, тоже как и предвыборную фишку, предвыборный ход. Надо показывать достижения, результаты, которые будут связаны с Украиной. Поэтому я думаю, что есть над чем работать. И, в принципе, окно возможностей для нас, оно открыто. Я не скажу, что широко открыто, но думаю, что есть готовность, есть определенный консенсус поддерживать дальнейшие движения Украины в НАТО. Но надо найти вот эту специфическую формулу, специфический алгоритм, чтобы этот процесс постоянно продолжался. Какого-то одномоментного рывка не будет, но главное, чтобы вот этот процесс был динамичным и последовательным. Ну и теперь о будущем Украины не в НАТО, а в Европейском Союзе. Министр иностранных дел Германии Аналена Бербак призвала к усилению и реформированию Европейского Союза. По словам Бербак, усиление ЕС особенно актуально на фоне развязанной России войны против Украины. Далее цитата. Сегодня очевидно, что Украина усилит Европейский Союз в обозримом будущем. И Бербак добавила, что это в наших собственных геополитических интересах. На прошлой неделе, я напомню, президент Европейского Совета Шарм Мишел был в Киеве. Он обещал сделать все возможное, чтобы и Украина, и Молдова до конца года получили решение о начале переговоров, о вступлении в ЕС. То есть, Владимир Вячеславович, ваше видение, вот эти слова об обозримом будущем, о которых говорит Бербак, как вы воспринимаете эти слова? Я их всерьез воспринимаю. Временный промежуток, обозримое будущее. Ну, временный промежуток некоторые европейские политики определяют, даже конкретно называют, например, и 2030 год. Правда, здесь нет единства, идут дискуссии. И сейчас, я думаю, надо не на датах сосредотачиваться, они тоже важны, а вот на конкретных действиях. Потому что сейчас очень ответственный этап. Вот на что обращу внимание? Во-первых, вот позиция Германии. Вот вы процитировали министра иностранных дел Германии. И она, ее партия, давние друзья Украины активно нас поддерживают. Мы видим в целом сейчас позиции Германии по поддержке и европейской интеграции Украины, и евроатлантической интеграции. Это очень важно. Потому что раньше Германия, ну, скажем так, пусть не прямо, но блокировала вопрос о членстве. В силу разных причин, в том числе из-за особых отношений с Россией, из-за опасений конфликта с Россией. Сейчас мы видим, как политика Германии существенно поменялась в этом вопросе. И Германия стала гораздо более открытой для Украины. Вот прежде всего, конечно, вопросов европейской интеграции. Вот вы упомянули Шарля Мишеля, который приезжал в Киев. Но я еще назову и визит, который был в начале ноября, визит Урсулы фон дер Ляйен. И сегодня же вице-президент Еврокомиссии в Украине. Да, и да, вот еще один визит, совершенно верно. Да, Урсула фон дер Ляйен была накануне рассмотрения как раз отчета Украины в Еврокомиссии. И этот отчет оказался позитивным. И как раз Еврокомиссия рекомендовала начинать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении двух стран в Евросоюз. Поэтому мы видим, что и руководство Евросоюза позитивно оценивает и динамику европейской интеграции Украины, и готово способствовать этому процессу. Опять-таки упомяну здесь Венгрию. Вот препятствия есть со стороны Венгрии. А вот можно я уточню, как много сейчас действительно противников внутри самой Европы относительно будущего членства Украины и ЕС? Только лишь Венгрия? Ну, публично напрямую это, по сути, только Венгрия. Есть и будут, конечно, конкретные замечания или какие-то дополнительные рекомендации со стороны отдельных стран Евросоюза. Такое возможно. Самый сложный этап в перспективе, самый такой, я бы сказал, насыщенный по содержанию, это будет этап переговоров о вступлении. Потому что там нам придется решать, искать компромиссы по очень многим вопросам. Ну, вот сейчас проблема, транспортная проблема на границе с Польшей. Перед этим был зерновой кризис. Вот по этим вопросам и по многим другим, это квоты на европейских рынках, зерновой продукции, на транспортном рынке, металлургический рынок и так далее. Вот по всем этим сферам надо будет искать конкретные компромиссы. О квотах Украины на рынках, о субсидиях для Украины. И здесь я знаю, что офис вице-премьера по европейской интеграции, он уже готовит свои конкретные предложения, в том числе и тактику, как нам действовать. А на сегодня вот пока публично только в Венгрии, точнее премьер-министр Венгрии, высказывает критику, ну, я бы сказал, демонстрирует такой агрессивный шантаж. Не только в адрес Украины, но и в адрес Еврокомиссии. Как бы Орбан выбивает деньги от Еврокомиссии. И, в принципе, Европейский Союз пошел ему навстречу. Ну, потому что там были заморожены около 1 миллиарда, по-моему, 700 миллионов евро были заморожены. А почему заморожены? Потому что Венгрия периодически нарушает европейские правила. В сфере верховенства, права, в других сферах. Вот нас они критикуют, что якобы мы не готовы к европейской интеграции. А Венгрия сама нарушает внутренний распорядок ЕС. Поэтому тут есть, конечно, цинизм и двойные стандарты. Но это попытка шантажировать, выбивать уступки и из Киева, и от Брюсселя. Посмотрим, вот Шарль Мишель уже упомянутый. Он же ведь не только в Украине побывал. Вот он и проводил переговоры с Орбаном. Поэтому посмотрим, какие будут результаты. Я думаю, что переговоры с Орбаном и не только Шарля Мишеля, но и других влиятельных европейских лидеров, они будут идти вплоть до саммита лидеров стран Евросоюза в декабре. Этот саммит будет очень важный. Это заседание Европейского совета. Это орган, который объединяет лидеров стран ЕС. И там будет рассматриваться вопрос не только о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Но там будет решаться вопрос и о выделении 50 миллиардов долларов на 4 последующие года. Ну и вообще бюджет на 4 последующие года Евросоюза. И здесь тоже Венгрия, к сожалению, блокирует. Речь идет и о военной помощи для Украины. Поэтому там в комплексе сразу несколько вопросов связанных. Между собой это, я бы сказал, и поддержка Украины текущая, и поддержка Украины стратегическая. Поэтому для нас вот в этом плане декабрь будет очень важным. И мы действуем в тесном контакте с руководствами Европейского союза. Это и Еврокомиссия, это вот и Шарль Мишель, который возглавляет Европейский совет, который как раз вот и будет заниматься этим вопросом. С Европарламентом мы активно работаем. Рассматривается вопрос сейчас, это тоже, кстати, будет в декабре рассматриваться, о реформировании порядка принятия решений в ЕС. Европарламент принял специальную резолюцию, где высказался в поддержку такой реформы. И в принципе планируется, что это будут параллельные процессы. Расширение Евросоюза и одновременно подготовка нового порядка принятия решений. В чем там главная особенность этого нового порядка? Решения должны приниматься, ну наиболее важное решение, не общим согласием, когда все страны должны дать согласие, а будут приниматься квалифицированным большинством. Но так, чтобы по населению, там не меньше 50% населения ЕС было представлено в этом решении, с особым статусом и малых стран. Поэтому это не сразу произойдет, конечно, но это уже тоже отражает стремление Евросоюза создать более гибкий, более эффективный порядок принятия решений в будущем, чтобы не было вот такой ситуации, как сейчас, когда одна страна, такая как Венгрия, может блокировать и новый пакет санкций против России, и блокировать вот расширение ЕС, ну и некоторые другие важные решения. Владимир Вячеславович, да, вот как раз, договорите, да. Да, да, я слушаю. Хотел уточнить как раз по поводу санкций, раз вы уже вспомнили, публикацию Блумберг, давайте обсуждать ее. Ну, на самом деле, вот процесс затягивания, принятия санкций, вот сейчас 12 пакет, его должны были принять в ноябре, вот сейчас затягивается, опять-таки, заблокирование на Венгрии. Затягивается уже на полгода, почти полгода. С июля месяца этот процесс. Похожая ситуация была и с предыдущим, 11 пакетом. Потому что его приняли в начале года, предыдущий был в начале года, потом вот 11 был в июле. Но мы видим затягивание этого процесса, и это опять-таки связано вот с позицией Венгрии. Только лишь Венгрия. Вот смотрите, Блумберг со ссылкой на свои истории. Была и позиция Греции, там были, ну, скажем так, экономические интересы некоторых других стран, в частности, Греция. И венгры тоже артикулировали именно экономическую проблему с одним из своих банков, который попал под санкции в Украине. И тут пришлось искать компромисс. Поэтому, да, это не всегда только Венгрия. С некоторыми странами тоже согласовывают, ищут компромиссные варианты. Но вот чаще всего таким, я бы сказал, тормозом в принятии этих согласованных решений выступает именно Венгрия. Поэтому тут есть проблема. Но Европейский Союз все-таки имеет уже определенную практику, как решать эту проблему. У них есть рычаги финансового давления на Орбана, и это срабатывало вплоть до последнего времени. Может быть, и сейчас сработает. Посмотрим. Да, есть и политическое давление. На Орбана оказывают влияние разные политические лидеры в европейских странах, как соседи, так и более крупное и влиятельное государство ЕС. Орбан вынужден, в конце концов, прислушиваться. Ему приходится идти на компромиссы. Кстати, вот по европейской интеграции. Многие эксперты считают, что Орбан, в конце концов, может дать согласие. И знаете почему? По сугубо циничным соображениям. Потому что он сейчас может заблокировать на начало переговоров с Украиной и Молдовой. Но тогда он вряд ли добьется уступок от Украины. Ну, по правам венгерского меньшинства. Они во многом искусственны эти требования, но тем не менее. А если переговоры будут, они будут идти несколько лет. У него будет возможность, скажу так, как оно есть, шантажировать нас еще несколько лет. Да, поэтому есть даже тактические соображения для Орбана. Поэтому у него очень хитрый, она циничная, лицемерная, агрессивная тактика давления. Все это понимают прекрасно. Ну, что поделаешь. Орбан сейчас это геморрой и проблема не только и не столько даже для Украины, сколько для Европейского Союза как такового. Да, но Орбан говорит, из Европейского Союза Венгрия выходить не должна, отстаивает. Да, да, а потому что выгодно. Им выгодно быть в Европейском Союзе и невыгодно выходить из Евросоюза. При этом он критикует и европейскую политику, критикует Еврокомиссию, иногда критикует, ну, я бы сказал, очень нетолерантно. Это я еще мягко оцениваю, потому что иногда это выглядит просто оскорбительно. Ну, вот такая ситуация. Поэтому на Орбана пытаются воздействовать. Я бы сказал так, и кнутом, и пряником. И санкциями финансовыми, и какими-то уступками, с ним еще компромисс. Я очень надеюсь, что эта тактика и сейчас сработает. Но чем дальше, тем больше проблема от Орбана. И это, кстати, одна из причин, почему в Евросоюзе сейчас активно занялись продвижением нового порядка принятия решений. Потому что, ну, если один Орбан создает такие проблемы, то, ну, в случае расширения Евросоюза или в случае, допустим, изменения политической конъюнктуры в отдельных европейских странах, эта проблема может, ну, скажем так, стать более серьезной и блокировать какие-то необходимые решения и финансовые, и в политической сфере. Так что Орбан, это стимул менять Евросоюз, реформировать Евросоюз, чтобы одна страна не могла блокировать совместную солидарную европейскую политику. Да, время перемен, конечно. Ну и сейчас, как мы все знаем и наблюдаем, появляется огромное количество статей в западной прессе, вы уже говорили, так, вскользь о разных публикациях, в которых так или иначе сейчас идут намеки на переговоры с Российской Федерацией. Кроме того, недавно представители, а вернее целая делегация Российской Федерации побывала в США на саммите АТС. На этой неделе еще ОБСЕ проводит встречу министров иностранных дел в Северной Македонии. И вот буквально в минувшую пятницу правительство Северной Македонии разрешило пролет над своей территорией российских самолетов, которые будут перевозить делегацию для участия в этой министерской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И по данным СМИ, в состав российской делегации будет входить министр иностранных дел России Сергей Лавров, его врач, технический персонал охраны, 17 дипломатов, в том числе всем известная пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, 24 журналистов, всего 85 человек. Владимир Вячеславович, почему эти контакты до сих пор возможны? Как считаете? Нет, ну смотрите, речь идет о международных организациях. То, что вы процитировали, это международные организации. Россия является их участником. И это не касается международных санкций. Есть, кстати, такое данное дипломатическое правило, что если дипломаты принимают участие в работе конкретных международных организаций, например, ООН или ОБСЕ, АТС, это тоже международная организация, то на этот период точечно, разово прекращается действие санкций. Даже если кто-то из политиков попал под действие санкций, все равно разово делается исключение. Поэтому делается такое исключение по саммиту ОБСЕ. Но Варшава в прошлом году была однозначная, не пустила Лаврова. Ну, нет, это, ну, скажем так, там другая немножко история была. Это скорее был демарш до поляков. Но я знаю, что, например, когда должна была работать парламентская ассамблея ОБСЕ, наши дипломаты просто ставили вопросы перед руководством, перед генсеком ОБСЕ. Я был свидетелем этого в Мюнхене, вот когда неформальная дискуссия это происходила. У нас была встреча с генсеком ОБСЕ, что в Вене должна была быть парламентская ассамблея. И, ну, вот она оправдывалась, говорила, я вас поддерживаю, но я не могу нарушить правила. Вот. И, ну, Северная Македония, она, ну, скажем так, тоже не хочет там ссориться, создавать проблемы на Балканах. И так непростая ситуация. Надо понимать, ОБСЕ сейчас не принимает никаких значимых решений. Это полумертвая организация. Прежде всего, из-за России, из-за политики России. И я думаю, что в процессе уже послевоенного реформирования в Европе, создания новых институтов и структур региональной безопасности в Европе, будет что-то новое вместо ОБСЕ. ОТЭС, там был вице-премьер, но влияние России на этой конференции было минимальным. Там основное внимание было к встрече между Байденом и Сидзинпином. Вот это было главное. Да. Поэтому это не переговоры о мире в Украине. Никаких реальных переговоров сейчас не идет. Более того, и в Белом доме говорили ряд европейских политиков о том, что сейчас сама Россия не готова к этим переговорам. Россия, наоборот, пытается изменить ход войны. И на данный момент актуальны не переговоры с Россией, а выработка, совместная выработка стратегии, военной и политической стратегии Украины, наших международных партнеров. Как противостоять затягиванию войны? Как противостоять российской агрессии? Именно по этой причине, на мой взгляд, тут в Киев недавно приезжали и министры обороны США, министры обороны Германии, командующие союзными силами НАТО в Европе. Я думаю, что вот они обсуждали как раз стратегию на будущий год. Вот это самое главное. Поэтому переговоры сейчас... Есть разговоры о переговорах, но нет самих переговоров. Скорее идет обсуждение выработки новой стратегии поддержки Украины в новых условиях и военных, и политических, чтобы эта поддержка была системной и последовательной. Вот это сейчас самое главное. Пусть так и будет. Владимир Вячеславович, спасибо вам большое за этот разговор. Напомню нашим зрителям, политолог Владимир Фисенко был с нами в эфире Фридома. Всегда вам рады. До новых встреч. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.